Сократилось время ожидания в очередях, а многие исправки и документы можно получить в удобное для себя время. Все это благодаря интернет-порталу Госуслуг. По данному направлению деятельности отмечу, что мониторинг качества предоставления государственных услуг свидетельствует о том, что уровень оказания государственных услуг в полиции Рязанской области оценивается гражданами достаточно высоко. Так, уровень удовлетворенности за 2018 год составил 96,6%. Одну из самых популярных услуг оказывают по вопросам миграции. Подразделение предоставляет их 17 видов. Получить или обменять паспорт или загранпаспорт, разрешительные документы и многое другое. Все это можно сделать в один клик. Например, паспорта Российской Федерации, когда граждане происходит обмен в 20 лет, в 45 лет, в связи с порчей, в связи с браком, очень удобно подать через портал Госуслуг. Почему это удобно? Человек дома, спокойно, вечером, ночью, кто-то может это сделать во время работы, направляет нам документы. Документы направил и сидит спокойненько, ждет. Его приглашают. Ему направляют письмо, в котором говорят, вам необходимо прийти тогда-то и туда-то. Причем человек сам выбирает, куда он придет, в какое подразделение ему удобнее обратиться. К тому же, если обратиться через портал Госуслуг, то Госпошлина оплачивается с 30% скидкой. То есть тот же загранпаспорт вместо 5000 стоит всего 3,5. Другой важный вопрос – это услуги, связанные со сферой госавтоинспекции. Получить водительское удостоверение, зарегистрировать машину или мотоцикл – все это можно сделать без очередей и также с 30% скидкой. Правда, руководители ведомства говорят, что прирост людей, которые воспользовались именно интернет-услугой, за год составил всего 20%. Неплохо, но есть к чему стремиться. Последний по важности, но не по значению вопрос, который обсудили на брифинге – это получение справки об отсутствии судимости. Наиболее быстрый и удобный способ подачи заявлений – это в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться в сети интернет на едином портале государственных услуг, выбрать соответствующий раздел, заполнить форму и прикрепить к заявлению сканированную версию своего паспорта. Заявление немедленно поступает в информационный центр, обрабатывается и в течение 7 суток с момента подачи заявления справка уже готова. Как заявляют представители МВД, будущее за получением государственных услуг именно в электронном виде. Это быстрее, удобнее и не нужно приходить в различные ведомства дважды и стоять в очередях в ожидании нужного документа. А если возникнут какие-то вопросы, всегда можно будет обратиться по телефону на горячей линии. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». «Город». Город». Город». «Город»